Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Курбанайт. Помни о добрых делах. Курбанайт – главный праздник мусульман всего мира. Он олицетворяет заботу о ближних и сострадании к нуждающимся. Полицейские батальона дорожно-патрульной полиции УВД города Тимиртау спасли от верной смерти семь человек и собаку. Я по гробу жизни им обязана. Если бы они случайно не проезжали здесь ночью, я не знаю, что было бы с нами, с моей семьей. Сегодня приходит осознание того, что учитель отвечает за будущее страны наравне с политиками, экономистами и бизнесменами. И даже в большей степени, чем они вместе взятые. Формируете личность человека. Это самое главное. Акимат Карагандинской области в канун праздника Дня Учителя вручил ежегодную премию «Лучший учитель года». Восьмой год подряд Акимобласти награждает лучших учителей нашей области. На сегодняшний день Карагандинская область дает одно из самых качественных образований в нашей стране. Воспитанники нашей области являются одними из самых высококвалифицированных специалистов в Казахстане. Не остаются без внимания и главные герои Карагандинского прорыва. Акимобласти в своей ежегодной премии выражает благодарность сотрудникам образования за благородный труд. Каждый из вас вносит достойный вклад в решение задач, поставленных президентом страны, лидером национальным трудом, обещающим Азарбаевом. Вы даете людям не только знания, вы закладываете основы нравственности и доброты. Формируете личность человека. И это самое главное. На ряду с концертной программой был объявлен список лауреатов, победивших в различных номинациях. От лучшего педагога дошкольного образования до номинаций за верность профессии были вручены награды лучшим из лучших в нашей области. Также были вручены по миллиону тенге трем преподавателям за особый вклад в развитие образования. Также поздравить учителей нашей области приехал экс-глава департамента образования Карганинской области, а ныне вице-министр образования и науки Республики Казахстан Исенгазы Имангалиев. На вас возложена большая ответственность. Вы воспитываете не только детей, вы воспитываете целую нацию. От вас зависит будущее нашей страны. Страна, где высоко развит уровень образования, более конкурентно способна на мировой арене. Ануар Сидрахимов, Жасгапасов, Бахтиар Успанов, Первый Карганинский. Именными памятными дипломами отметили работников образования в их профессиональный праздник и городские депутаты. В пятерку счастливчиков по разным номинациям вошли школьные учителя, воспитатели и ветеран педагогического труда. За достигнутый успех в воспитании подрастающих поколений Республики Казахстан, неоценимый вклад в становление личности человека, развитие в нем духовного, нравственного и творческого начала, а также за безграничную преданность в делу и нестекаемую веру в своих учителя, присвоен звание лучшей директор школы Бажанова Любовь Геннадьевна. Пять кандидатур были предложены городскими структурами и общественностью. На специальном заседании постоянной комиссии городского маслехата народные избранники их утвердили. Учитывая большой вклад в воспитание и духовное развитие подрастающего поколения, Любовь Бажанову наградили как лучшего директора школы, Рузелю Гарифулину как лучшего директора детского сада, Сагантыка и Бельгазина отметили как лучшего учителя, Джамилю Ахмадиеву как лучшего воспитателя детсада и еще один специальный диплом вручили ветерану педагогического труда Валентине Букреевой. Традиция награждать лучших из лучших у депутатов городского маслехата поддерживается уже более 10 лет. От имени депутатов городского маслехата разрешите вас поздравить с Днем Учителя. Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения. Пусть ученики радуют вас своими победами и достижениями, потому что успехи ваших учеников – это успехи нашего города, всего Казахстана. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. В Караганде проживает династия учителей Ходжаевых, в семье которых 9 преподавателей. В преддверии профессионального праздника педагогов наша съемочная группа побывала в гостях у учительской семьи. Гульзира Садыкова Гульзира Садыкова более 35 лет проработала преподавателем математики. Ни один выпуск учеников проводила в добрый путь. Вместе с супругом, тогда еще учителем истории, вырастили и воспитали восьмерых детей, которые сегодня продолжают профессию своих родителей. Династия педагогов Ходжаевых через всю жизнь несут доброту сердец и свет образования детям. Они любят свою работу и воспитывают любовь к учительской профессии в своих детях. Ведь только так можно продолжить династию. Я никогда не принуждала своих детей выбирать именно эту профессию. Они сами решили пойти по нашим стопам. Сыновья и дочери учителя. Конечно, я благодарна судьбе, считаю себя счастливой. За всю жизнь я обучила много детей. Сегодня множество из них – примеры для подражания. Сын Гульзиры Апай, Сабит Ходжаев, вот уже 25 лет обучает детей казахскому языку. Решение стать педагогом он принял сразу. То воспитание, которое он получил в учительской семье, сильно повлияло на будущего педагога. После того, как я вернулся из армии, отец меня спросил, какую профессию ты выберешь. Тогда, недолго думая, я сказал, что хочу быть преподавателем. Сегодня я нисколько не жалею, что выбрал этот путь. Ведь обучать детей – это большое счастье. Учитель математики Нагима Жаналиева воспитывалась в семье педагогов. Для нее профессия преподавателя всегда почтена и уважительна. Вот уже 23 года она связана с семейными узами с семьей Ходжаевых. Огромный жизненный и педагогический опыт Гульзиры Апай во многом помогает мне, говорит она. Профессия учителя – это призвание. Это я знаю по себе. Я воспитывалась в семье педагогов. Сейчас мы, как родители и как учителя, даем своим детям хорошие знания. Наши дети больше склонны к физике и математике. Они – наша гордость. Конечно, это огромная заслуга преподавателей. С каждым годом растет семейное педагогическое древо семьи Ходжаевых. Теперь уже внуки Гульзиры Садыковой намерены продолжить добрую традицию старших в семье. В наше время наиболее верными и преданными воспитанию подрастающего поколения и школе остаются именно они – продолжатели добрых педагогических традиций. Гульнур Жакен, Шалкар Алтынбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал – Галвин, Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Полицейские батальона дорожно-патрульной полиции УВД города Тимиртау спасли от верной смерти семь человек и собаку. Проезжая с вызова автопатруль номер 417, в составе сержантов Сенбекова и Аманжолова заметили, как горит один из частных домов. Хозяева домов спали, и если бы не полицейские, могли бы сгореть заживо. В конце сентября сержанты вовремя заметили загоревшийся дом. Они попытались подобраться к дверям, но пристройка была охвачена пламенем и возможности подойти с фасадной стороны дома не было. «Старший сержант Сенбеков и сержант Аманжолов выбежали в тот же момент, побежали через забор, перелезли и начали будить хозяев дома, жильцов дома. Выбили стекла, окна выбили. А я в это время сразу же вызвал пожарную службу и медицинскую помощь». Ветром пламя перебросило на соседний дом. «Загорелась крыша». «Все, они начали стучаться, заскочили домой. Я уже увидела, что пожар. Это все было молниеносно. Они сразу похватали детей. Вот в одеялках, как все это было, сразу вынесли. Мама у меня пожилого возраста, ее вывели. Сразу пикнула, чтобы я забрала все документы. Что там, мужа подняла. Сразу первым делом газовый баллон. Это как отче наши. Повытаскивали машину, выкатили машину. Выкатили машину. Все, то есть эвакуировали всех полностью, махом». Отважные полицейские разбили стекла и забрались внутрь горящего дома. Хозяева уже успели надышаться угарным газом. Пострадавших вытащили на улицу через окно. Дом уже полностью был объят пламенем. «Большое спасибо милиции, что она помогла, нас разбудила. Мы бы тут и остались, в этом доме. 15-20 минут мы бы уже все, угорели бы. Потому что тут уже тоже полыхало, везде дым был. Мы через окно вот нас вытащили». Жильцы соседнего дома до приезда пожарных вместе с полицейскими начали тушить водой и шлаком соседние дома. «Я по группе жизни им обязана. Если бы они случайно не проезжали здесь ночью, я не знаю, что было бы с нами, с моей семьей». Полицейские спасли не только людей, они спасли от огня и домашнюю собаку по кличке «Туман». Собака, испугавшись, забилась в угол и выла. Сержант Турлан Аманжолов накинул на собаку мешок и перекинул через забор. Потом «Туман» в благодарность подал лапу сотруднику полиции. «Как говорят полицейские, в тот момент им не было страшно за свои жизни. Они тогда думали только о том, как спасти людей». Лариса Хусейнова, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Жители города Сарани по адресу Жамбыла, 59, жалуются, что про них совсем забыли. Дворника у них нет уже больше года, подвал всегда затоплен водой. Но главная их проблема – это то, что от дождя замкнул кабель. И уже на протяжении трех дней у них нет электричества. Дом находится в аварийном состоянии. Со дня постройки дома был проложен электрический кабель. И с тех пор его не ремонтировали и не заменяли. А дому уже более 60 лет. Ничто не вечно. Вот и бесхозному кабелю тоже пришел конец. И теперь 130 квартир остались без электричества. Кабель бесхозный. Как это так? 62 года прожить, 60 лет Сарани, и вдруг у нас кабель бесхозный. Ну почему бесхозный? Кабель уложен под землей. Но со временем она стала оседать, и кабель прорвался наружу. Когда жильцы обратились за помощью в КСК, им сказали, что ничего делать не будут. А теперь в такой аварийной ситуации жителям приходится за свои деньги ремонтировать кабель. Вот сегодня мы собрались все здесь. Позвали председательщу. Она драпнула, грубо выражаясь, драпнула именно. В больницу вы мне, говорят, все надоели. Куда она деньги девает? Жильцы уже не знают, куда обращаться. Мы тоже попытались найти хоть кого-нибудь ответственного за проложенный 60 лет тому назад кабель. Но, увы, никого из чиновников и представителей ЖКХ на месте не застали. Но все же надеемся, что помощь после нашего сюжета жильцам 59-го дома по улице Жамбыла города Сарань придет. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, 1-й Крагандинский. Обложили. Жители домов 2, 3, 4 по улице Волочаевская бьют тревогу. Расширяющийся авторынок Орбита затрагивает их жизненные интересы. Прибыльный бизнес не смотрит ни на какие протесты жильцов. Их дома попали в настоящее окружение дорог, машин и ремонтных боксов. И прямо работает трактор. Его ничего не касается. А вот жильцы домов 2, 3, 4 по Волочаевской с этим не могут смириться. Вот машинист бульдозера. Работаю в ночную смену. Я не могу отдохнуть, потому что здесь шум, гам. И потому что здесь это перебалочная база, понимаете, перебалочная база. Здесь что-то грибут, разгребают. Ну это же так нельзя же. История эта тянется давно. Когда-то, об этом помнят старожилы, здесь из-за грунта отказались от строительства. И решили выстроить шикарную детскую площадку. Но времена меняются. Здесь была прекрасная зеленая лужайка. Очень большая. Здесь гуляли с детьми. Еще маленькие дети были. Теперь с внуками негде гулять. Здесь все нарыто. Даже малюсенькую с той стороны детскую площадку уже вокруг перерыли траншеями. Теперь здесь хотят еще построить боксы для автомобилей. Осматривать машины и мыть их тоже ведь где-то надо. А о нормах градостроительства и о правах жильцов никто думать не собирается. Надо. И все тут. Жильцам приходится писать письма в различные инстанции. Но эпистулярный жанр у нас оказывается не в чести среди чиновников. Возможно, открытое письмо разъяснит ситуацию. Теперь стало известно, что под окнами у нас авторынокорбита собирается построить еще и станцию техобслуживания и автомойку. Это уже всем нам на погибель. Кричим о помощи. Пожалуйста, не допустите уже, в котором придется тогда нам жить. Приезжайте, помогите. Во главу глава всех преобразований в Казахстане ставится человек. Но когда видится дополнительная прибыль, об этом как-то забывается. Для машин все условия. А людям... А кто вы такие люди? У вас денег нет. Три дома полные детей. Родители всех трех домов боятся выпускать своих чад на прогулки. За домом хоть иногда можно было с детьми погулять. Сейчас, если стройка будет, вообще нельзя, как говорится... Даже не стройка. Разве можно строить сзади дома? Можно или нельзя, здесь решают, к сожалению, не жильцы. А вот что можно построить на болотистой местности, когда сваи улетают в никуда без задержки, тоже не мешало бы подумать. Зачем растить конфликт, который можно решить к общему согласию? Ведь нигде в Казахстане не строят большие и малые производства рядом с жилыми домами. Для этого отводятся промышленные зоны. А как привести к общему знаменателю зеленую экономику, которую начинают внедрять в нашей стране, и стремление бизнеса увеличивать свои доходы? При этом надо учитывать, что экономика является зависимым компонентом природной среды. О какой природной среде можно говорить в этом дворе? Мы будем вынуждены выйти на сайт президента. Мы были и так слишком терпеливы. Пожалуйста, посмотрите, вот этот беспредел. Где это видано? Ни в одном городе я не видела, чтобы авторынок был под стенами жилого дома. Пока же трактор упорно скоблит землю. А жильцы домов 2, 3, 4 по улице Волочаевской не менее упорно надеются, что на их чаяние обратят внимание и решат вопрос со строительством во дворе. Сергей Высокосов, Шалкар Алтенбеков, Вахтияр Успанов, 1-й Карагандинский. Сэкономим на энергоснабжении. В Караганде состоялось открытие Международного центра энергоэффективности «Проэко» при поддержке программы развития ООН в Казахстане, где каждый желающий от рядового жителя до бизнесмена может получить бесплатную консультацию по энергоспережению. По поручению президента страны Нусултана Назарбаева во время посещения офиса компании «Эргономика» был создан Международный центр энергоэффективности «Проэко». В Караганде открылся первый центр из четырех запланированных в Казахстане. Здесь будет демонстрироваться оборудование, которое позволяет экономить тепло, электроэнергию и воду. Также будут предоставляться бесплатные консалтинговые услуги всем желающим. То есть какие-то элементарные вопросы, с которыми люди зачастую не знают, куда пойти. Мы же в том же КСК, например, объяснить не могут, потому что у нас нет такой активной пропаганды и нет активного информирования населения. Поэтому мы все это делаем бесплатно, объясним простым языком. То есть любая домохозяйка нас поймет. Это у нас теплопункт так называемый, да? То, что обычно у людей прячется в подвале. На сегодняшний день в Караганде 8 тысяч многоэтажных домов. Из них 38% требуют ремонта. В рамках программы модернизации ЖКХ уже отремонтировано 217 домов. На ремонт из республиканского бюджета было выделено 1,5 миллиарда тенге. Сейчас стоит задача не просто отремонтировать дома, а в итоге получить новый дом, энергоэффективный. Это обязательный капитальный ремонт. Утепление фасадов, замена окон и установка автоматизированного теплового пункта. И в итоге это даст снижение, как правило, потребления энергетепла, того же тепла и даже света порядка 20-30%. Для того, чтобы наша страна шла в ногу со временем, нужно перенимать международный опыт, где широко применяется эффективное использование энергии. Энергосбережение – задача общегосударственного масштаба, где власти сэкономят на ресурсах, а граждане на тарифах. Бигзат Аликайдаров, Олжас Габасов, Бахтяр Аспанов, 1-й Карагандинский. Парк Победы собрал студентов вузов и колледжей весело посоревноваться и заодно навести порядок в парке. Здесь прошли очередные экологические соревнования – Кубок Чистоты. Центр по работе с молодежью, отдел внутренней политики и областной штаб Жасуель во второй раз организовывают экологическое соревнование среди студентов Кубок Чистоты – студенческая лига. Основная цель мероприятия – улучшение экологического и санитарного состояния парков, скверов и аллей, формирование экологической культуры среди студентов. В данном турнире участвуют студенты колледжа и вузов города. В этом году принимает участие 100 человек, делится на 10 команд. В этом году мы взяли территорию парка Победы города Караганды и прилегающий к нему канал. Соревнование состоит из нескольких туров. Первый тур – эковизитка, где студенты знакомятся со своей командой. Веселые танцы, речевки и главное – яркий девиз. Далее они посоревнуются в викторине на экологическую тематику и заключительный тур – уборка территории парка Победы и канала, где важно дружно взять бревнышко и весело его перенести. Точно так же надо относиться ко всему прочему мусору. А жюри определит победителей в трудовом энтузиазме и знании экологии. Ребята с удовольствием и добросовестно относятся к уборке территории. Все в приподнятом настроении, все знают, что это парк, общественное место, и они прилагают всем усилия, чтобы территория была чистой. Участники с азартом выполняли всю работу и активно участвовали в эковизитке и викторинах. Команда, которая займет первое место, получит цветной принтер и кубок чистоты, который является переходящим. Для участников предусмотрены ценные призы и подарки. Студентам очень понравилось подобное мероприятие. Мероприятие проводится на лучшем уровне. Тут немного холодно, нам интересно проводить игру. Отвечаем на все возможные вопросы, участвуем активно. Игра отличная. Почаще проводят такие мероприятия. Желаем, чтобы в Караганде всегда было чисто, уютно и тепло. Именно такие соревнования делают наш город красивым и чистым. Но это не говорит о том, что студенты должны убирать за нами. Долг каждого гражданина соблюдать чистоту города. Игзат Аликайдаров, Шалхар Алтымбеков, Бахтяр Аспанов, первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. С 23 по 28 сентября Карагандинский русский драматический театр имени Станиславского побывал на гастролях в Жизказгане. Зрители смогли увидеть блестящее выступление карагандинских артистов. В планах у театра дальнейшие гастроли. Для театра стала доброй традицией ежегодно выезжать с программой в Жизказган. На этот раз публика смогла насладиться показом комедии «Трактирщица» Карла Гальдони. Эти свободные бабочки Леонардо Герша и спектаклем «Очень простая история» Мари Ладо. А для самых маленьких зрителей были показаны интересные сказки. Актер Иван Немцев в Жизказгане выступал не первый год. Говорит, что за шесть дней работы сыграл 12 спектаклей. Тем самым поставил рекорд среди актеров театра. Должен вам сказать, что когда мы открыли гастроли аттрактирщицей, приходили наши работники и говорили радостно, объявляли нам, что в кассе возмущение, что зритель возмущается и ругается, почему нет билетов. На что, естественно, мы отвечали, приходите пораньше, покупайте. И поэтому там кассир вынуждена была работать дольше положенного времени, что вдруг, если трактически понравится, люди захотят купить билеты, и чтобы лишний раз не приходить в театр, да, и могли купить билеты вот после спектакля. То есть много людей было? Аншлаги. Аншлаги. Три дня прошло, и билетов не было. Вывесили аншлаг, как называется, вот на все спектакли билеты проданы. Действительно, нас любят, нас ценят. И также вот в Сатпаево мы ездили, играли сказки, по три сказки. С 23 по 26 октября текущего года театр планирует гастроли в город Узкоминогорск со спектаклями «Трактирщица Карла Гальдони», «Фэншуй» Юрия Каменецкого, а также со сказками для самых маленьких зрителей. Это будут некомические гастроли, поэтому понятно, что мы туда поедем с представителями нашей области. Наверное, мы предполагаем, что какие-то музейные у нас будут выставки, которые характеризуют нашу область, что горско-миногорцы лучше познали и узнали нашу область. В планах у театра в период с 24 по 30 ноября порадовать своим выступлением зрители города Йошкар-Ола, Республики Мариел. Наш театр примет участие в традиционном международном фестивале «Мост дружбы русских театров». Артисты уже дважды участвовали в этом фестивале и были удостоены почетных дипломов. На этот раз они повезут комедию «Трактирщица». По тематике наш спектакль «Трактирщица» Гальдони, он как бы подходит. То есть не то, что даже по тематике, но по стилю получается. Там тематика идет, классика, современность. Как раз таки у нас классика на современный лад. Все это. Поэтому по всем параметрам мы, в принципе, подходим. Культурный обмен между городами Карагандой и Жизказганом стал доброй традицией, а гастрольные поездки расширяют зрительскую аудиторию и потенциал театрального мастерства. Праздник Ит-Аль-Адха, более известный среди тюркских мусульманских народов, как Курбан-Айт или Курбан-Байрам, несет в себе глубокий сакральный смысл. Совершая жертвоприношения, в этот и последующие дни мусульмане благодарят и восхваляют Аллаха, помогают нуждающимся. Известно, что праздник берет начало с событий и жизни Ибрахима, когда Аллах повелел ему принести своего сына Исмаила в жертву. Когда Ибрахим уже был готов исполнить повеление Аллаха, а Исмаил покорно ждал своего часа, Аллах, явив свою милость, заменил жертву на барана. Это было великим испытанием веры, которое Ибрахим и Исмаил прошли достойно. В память об этом в месяц хаджа по окончании главного обряда, предстояние перед Аллахом в долине Арафат, паломники и мусульмане всего мира совершают праздничное жертвоприношение. Курбан-Айт – главный праздник мусульман всего мира. Он олицетворяет заботу о ближних и сострадание к нуждающимся. Закончились теплые дни. В ближайшие дни нас ожидает снег. Об этом сообщает Госметеослужба Казгидромет. На выходных в Караганде ожидаются похолодания. Судя по метеокартам, с 4 по 5 октября по северу и по западу области местами будут небольшие осадки в виде снега. Ветер западных направлений 9-14. На западе и севере области мы ожидаем порывы 15-20 метров в секунду. Температура при этом ночью будет, так как облачно будет по области 0,5 тепла, местами 8 тепла. Температура днем немного понизится, 5-10 тепла, местами 13 тепла. В эти выходные также по прогнозу ожидается местами туман по северным районам области. Температура ночью будет до минус 6 градусов, а днем до плюс 10. Но холода продлятся недолго. С 6 по 8 октября осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет до плюс 15 градусов, ночью 8-11 тепла. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Приятных вам выходных. Хаман Сау Болуңыздар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА